Ребята, всех приветствую на канале. Я думаю, многие из вас слышали такую информацию, что на автомобилях, оснащенных электронной системой зажигания, тем более инжектором, электронным впрыском, бортовым компьютером, ни в коем случае нельзя отключать клемму от аккумулятора на заведенном двигателе. Сегодня я хочу на своем автомобиле это проверить. Но проверить не просто отключить клемму от аккумулятора, а при помощи вот такого профессионального осциллографа, мотор-тестера, записать осциллограмму напряжения сети автомобиля в момент, когда мы отключаем клемму и посмотреть, что действительно там происходит и насколько это все опасно, вредно для электроники и может ли оно вызвать какие-то неисправности. Хочу вас предупредить, что риск действительно есть. Я как бы иду на этот риск осознанно. Я приблизительно понимаю, что может произойти. Смогу это подчинить, если вдруг произойдет. Установил я на свой автомобиль подменный электронный блок управления двигателем. Ну так, на всякий случай, вдруг что-то пойдет не так, чтобы пока я занимался ремонтом, у меня автомобиль ездил. Так, ну давайте приступать. Я подключаю мотор-тестер, осциллограф к бортовой системе автомобиля. Включаю ноутбук. Завожу автомобиль. Завел я автомобиль. Сейчас мотор-тестер подключен к бортовой сети автомобиля. Ноутбук производит запись сигналов из этого мотор-тестера. Ну и давайте теперь отключим клемму. Так, отключил я клемму. На работе двигателя это никак абсолютно не сказалось. Все как работало, так и работает. Давайте подключим клемму. Далее заглушим сейчас автомобиль. И посмотрим на ноутбуке вот это место, где я отключал клемму от аккумулятора. Посмотрим, что будет происходить именно с питающим напряжением. Ну а теперь смотрим запись нашей осциллограммы напряжения. Здесь вот видно напряжение у нас 14,4 вольта. Осциллограмма прямая, выпрямленная. То есть это с подключенным аккумулятором. Ищем место, где я отключил аккумулятор. Вот, вот, вот это место. Так, сейчас немножко уменьшить развертку. Вот, вот в этом вот месте я отключил аккумулятор. И у нас вот получаются вот такие вот скачки напряжения. Ну, сразу хочу сказать, скачки небольшие. Я думаю, что чего-то там смертельно страшного они сделать электроники не смогут. Давайте посмотрим максимальное значение. Максимальное значение напряжения 16,2 вольта. Минимальное 11,1. То есть я думаю, что ничего прям такого страшного произойти не сможет. С электроникой. Ну, вот еще скачок у нас 15,9. И вот дальше смотрим осциллограмму. То есть видно такие вот волны небольшие. Это регулятор напряжения, который в генераторе установлен, пытается выпрямить. Он как бы постоянно отслеживает уровень напряжения. Но грандиозных каких-то скачков, там 20-30 вольт, такого я не наблюдаю на осциллограмме. Вот, пролистал я всю практически осциллограмму. Ну, и такого критичного, смертельного ничего нет. Все. Это уже момент, когда я подключил аккумулятор. Вот я его подключил. Отработал наш регулятор напряжения. И дальше уже пошла прямая 13,7. И сейчас оно, напряжение будет подниматься потихонечку до уровня 14,2. Вот такие вот процессы происходят в бортовой сети при отключенном аккумуляторе. Конечно, хорошего здесь ничего нет. Есть вот эти вот скачки напряжения. Есть там небольшие всплески. Но чего-то смертельного, чего-то ужасного я не увидел. То есть, если там что-то такое произошло, что там отключился аккумулятор, скорее всего, что ничего не произойдет. Но как бы лучше, лучше этого стерегаться, лучше так не делать. На этом у меня все. Надеюсь, видео было полезно. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Пока-пока.